Что тут у нас за брат-акробат? Ну, что ты делаешь тут? Так, смотрите, кто у нас здесь? Так, Тёма, текай, Яша покупался, а Тёма ждал его, значит, снаружи. Тёма, тебе тоже надо купать. В общем, Яша купался, красавчик, такой худенький. Дай лобку, мама, выжмёт. Давай, я тебе лобки выжму. Давай, вторую лобку, давай. Тёма, мой зайчик, давай. Давай, заднюю лобку, давай. Давай, мама, дожмёт тебя ещё. Тёмик. Ой, всё, Тёма, Тёма. Всё, Яшечка, давай сушиться и стричься. Тёма, текай. Яшуля. Так, Тёма, не докапывайся. Яш. Сейчас надо это всё высушить. А потом Яшу стричь. Да, Яшулечка. Показать, сколько волос я состригла. Правда, здесь такие цвет похожий. Плитки и Яшиных волосиков. Просто гора. Горище. Вот так вот. Сейчас буду всё это собирать. Тёма, ты обрадовался, да? Обрадовался. Яша подстриженный. Красиво подстриглись. Ой, сладкий. Ой, сейчас покажу. Лотоволь. Всё, целовалкины. Так, ну что, едут наши. Особенно один отдохнувший. Да-да-да-да. Так, сейчас будет бибикать. Включаем Никиту с лазеря. В необычном месте мы доходимся с Никитой. Давайте. Сейчас покажу Никиту. На капельницах. В общем, на капельницах. Поехал в лагерь. Приехал с отравлением. С поезда... Короче, еле довезли. С поезда мы решали скорую вызывать. Но решили, что сами довезём в больницу быстрее. Вот, я уже здесь договорилась. Его ждали, встречали. Ну, в общем, в принципе, просто отравление. Это пришлось на поезд. Понятно, что не промыть. В общем, комыть идти-то ли надо. В общем, такие вот истории. За окошком ходят голуби. Ну, и здесь такой бокс. Бокс сделан так. С отдельным входом. В общем, я не знаю. Инфекционное отделение. Ну, мы накапливались и уезжаем домой. Вчера было прям так, что вечером вернулись. Снимать про профил настроения, как вы понимаете, нету. Поезд. Мало того, что Никита ещё возвращался. Мы все утром должны были приехать. Поезд опаздывал. Они ночью стояли. После этого дебильного обстрела не было света. Ночью поезд стоял. Ребенку плохо рвёт. Поезд не едет, потому что обстреляли. Короче, это жизнь просто какая-то. Понимаете? Настолько... Все ужасно и нечеловечно. Но, чем не менее, я рассказываю про профилы. Снимать не хочется. Я утром нанесла парфюм Юльшин от Дольфи Габана. И я в этой сладкой, прекрасной ваниле. Прекрасно. Настолько поднимает настроение. Так уютное какое-то создаёт. Ну, сейчас откапаемся. Пойдем домой. Лежа-лежа бежать. Я уже за компанией. Ну, так уже больше дождите. Да, второй час пошёл. Мы здесь. В общем, какие дела. Тут удобство. Ванная, туалет, ванная даже есть. Вот так вот, девочки. Нажаловалась. Так, показываю наш бокс. Никита капается. Комната такая. Вот так вот здесь. Сейчас покажу. Здесь у нас отдельная, значит, ванная. Здесь санузел. Вот. Горячая вода есть. А здесь выход отдельный, на улицу. То есть, получается, это как бокс. Вот так вот. Вот такие у нас тут удобства. Приехали в больницу, на капельнице. И тут сирена. Ух ты, как интересно. Первый раз. Ну, это очень редко случается. Я не помню, когда это было. Первый раз. Мейкап положил вот такой подарочек в виде двух пробничков мне к моему заказу крема. Сейчас покажу. А это у нас вещея. Это что у нас, как в общем? Ну, как это? Сыворотка, да? И крем. Ну, если с одного раза можно что-то понять, я обязательно попробую. Так. Сейчас расскажу за крем. И смотрите, что мне подарили. Что это такое? Это... Не знаю, для лизитницы или для карточек, да? Я думаю, так. Сейчас откроем. Так. Крем у меня закончился. Я все долго думала, какой заказать мне крем. Все-таки выбрала я опять свою любимую фирму Мэдди Пил. Ну что, давай, открывайся. Надо, наверное, для карточек. В общем, такие вот подарочки. Заказала я Volume Tox крем с пептидами. Вот. Сколько он стоит? Давайте я вам скажу. Где у нас цена? 765 гривен. Вот. Это цена крема. Вот. Он идет незапаянный. Сейчас. Ну, нравится мне продукция вот этой марки Мэдди Пил. Прям понравилась. Прошлый тоже мне был такой же. Буду пробовать этот. Ничего, понятно, сказать не могу. Только вот заказала я. Вот. Давайте с вами сейчас я откручу, покажу консистенцию. Вот. Смотрите. Ну, как такое. Как маслечко. Я нанесла на руку. Смотрите, как блестит рука. В принципе. Он нежирный. Ощущаю его неплотным. Он действительно такой немножко, как вот маслянистый такой. И... Ой, ощущение увлажненности прямо вот на кончиках пальцев. Ну, опять же повторюсь, ничего не могу сказать. Это только вот мое первое впечатление. Неплотный и нежирный. Он такой, как маслечко, которое вот тут же, в принципе, впитывается сейчас. Ну, вот. Начинаю пробовать. Отзывы все на него хорошие. 50 миллилитров здесь. Миллиграмм, да? Как у нас крема в миллиграммах? 50. Что-то посмотрим. Сейчас. Ну, кто разбирается. Ну, я смотрела отзывы. В принципе, составы у Medipil все неплохие. Вот. Все. Это я себе такое заказала. Делаю небольшое включение. Ой, сейчас расскажу вам два момента интересных. Я всегда сейчас, в последнее время, после мытья головы, делаю вот эти никотиновые капли. Сейчас покажу. Я уже одну очередную ампулку. Вот такую вот. Расколона. И вот, знаете, в проборчике себе вкапала. Она такая небольшая, можно две даже использовать. Но я обхожусь одной. Дальше. Обидело. Нужно, конечно же, делать массаж. Вот это я сейчас на этой стадии решила вам включиться, показать массаж. Ну, я сейчас чувствую такой приток крови. Вот. Делаю массаж головы. Отчего это никотиновая кислота? Первое. От выпадения волос, для роста волос. В общем, это все полезно. И правда, бывает останавливать выпадение, даже которое на стрессе. Мне помогает. Непокинова. Ай, кислота. Убежала. А то я думала, я сейчас буду вторую уже делать. Так. Ой, почему я еще второй момент хочу вам включить. Я думаю, нанесу сейчас крем. Пока буду, значит, заниматься волосами. Сколько у нас там, часик до выключения. Думаю, нанесу крем, который... Будь здоровь, нигде. Который я, вот, мне подарили от Виши. Я нанесла вот эту, это как не сыворотка, а знаете, у них как называется... Ой, смотри. Думала, я это выучу. Бустер какой-то. Бустер, фолиант. Да, или как он там называется. Да, дейли бустер. В общем, вся эта линейка нацелена на увлажнение. Тут даже видно, что приток этой влаги. И я нанесла сначала эту, назову ее сыворотка, этот бустер. Такая она прозрачная, очень приятно она носится. Такой, знаете, силиконовый. У нее консистенция такая прозрачная, жижечка. А, ну, можно сказать, прошло какое-то время. Думаю, нанесу-ка я этот крем. И когда я вот сделала этим кремом, знаете, у меня тут все мокрое, я в шоке. Хотя дома прохладно, оно мне так закрыло, я просто реально мокрая, понимаете. Я так утираю. Мне такое впечатление, что у меня закрыли лицо целлофана. Вот мне хочется это все убрать. Я уже просто салфеткой промокнула это все. Но вот такой вот эффект промокнула полотенцем, не помогает. Я не знаю, закрыть мне сейчас макияжем, а потом мучиться до конца. Не знаю, но я на шею, вот, на шею нанесла. И даже шея липкая, знаете, как будто бы я в какую-то липучку влезла. Это просто невыносимо. Я, ну, как-то, знаете, у меня как-то шпак петли, вот эти у меня щеки раскраснелись от нее. И больше. Не знаю, я, наверное, не выдержу этого. Может быть, оно потом как-то начнет действовать. Кожа увлажненная, она классная после него. Она такая жутко липкая, посмотрите. Липкая. Сколько это будет впитываться. Но я пока досушусь, посмотрю. Уже, наверное, дня три я пользуюсь вот этим кремом, который от Бортокс. Ну, тут нет вопросов, это приятно. Вот такое маслечко впитывается. Вот ощущение пленки я ненавижу в кремах. Для меня вот это, наверное, табу. Понимаете? Вот здесь такого нет. Кожа дышит. Косметика непрекрасно держится. Тональный крем вообще никуда не уплывает. Не знаю. Посмотрю, будут дули я домучивать до конца. Тональный крем может быть сюда я одену. Ну, к лицу жарко. Просто я как будто бы эффект у меня парилки, эффект какой-то теплицы. Ну, смотрите, у меня как под носом. Ой, ну, в общем, так. Пишите, пробовали ли вы виши. Я знаю, от виши вообще ничего не подходило. Никогда. Вот, к сожалению. Пишите, как вам эта марка. Все, а я продолжаю свой массаж. Делаем дальше. Так, это я дорисовала кончик стрелки с шикарными карандашами. Мне так повезло. Я, можно сказать, знаете, так случайно на трапула, значит, на такие шикарные карандаши. Сейчас я вам покажу. Мой любимым стал вот этот оттенок, именно который я вам продемонстрировала. Но мне кажется, что вот на камеру он даже ярче. Ярче такой фиолетовый. В жизни он спокойно, коричнево, сливовый. Прям не вызывающе. Вот он даже больше, знаете, какой-то серый, серый такой. Я переверну потом камеру, попробую вам сделать при дневном свете сводчи. Значит, смотрите, мой любимый. Это стоит вообще недорого. Я вам говорила, что у меня закончился карандаш. Вот, смотрите, это марка. Скажем так, чтобы я... Да? Мне вообще нравится эта марка. Вот, и вот такие вот карандашики, вы поняли, такие механические, выдвижные. Это номер 37. Такая вот, ой, господи, это камера, механический такой вот карандашик. Вот. Переверну, покажу, чтобы в фокусе была не я, а карандашики. И давайте переверну, покажу еще второй оттеночек карандаша. Просто они два шикарные. Но вот этот мне очень нравится. Я сейчас еще накрашу реснички и губы, покажу вам полный опыт с этими карандашами. И они очень стойкие. Вот это именно, когда проходит буквально несколько минут, и ты их ничем не сотрешь. Но тем не менее, ой, это я просто вверх ногами держу телефон, все время я камеру в руки. Тем не менее, вот этим средством обычным, которым я умываю, с лореалитским, вот эти мужские, подзываю на Урал. Вот. Оно у меня заканчивается. Кстати, надо мне купить уже какую-то умывалку, наверное, какую-то корейскую возьму. Ну, закончу. Закончу это. У меня оно очень нравится. Переворачиваю, показываю. Вот это чудо карандаши. Я покупала их в Еве. Просто они мне понравились. Они мне понравились шикарным цветом. Смотрите, я красила вот этим вот сливовым. Это номер 37. Вот, которым я красилась, это номер 37. Мягкий, прекрасно, классно наносится и держится целый день. А второй, вот этот вот карандашик, это номер у нас 20. Шикарный. И это не черный. Я вам сейчас продемонстрирую. Вы знаете, они, в принципе, соответствуют все своим вот этим цвету своей упаковки. Это мне, кстати, очень нравится, когда так происходит. Смотрите, он такой вот какой-то графитовый. Потому что черным накрасишься, как-то это все грубо смотрится. А это вот графитовый такой цвет. Просто шикарный. Я так здесь надавила. Очень мягкий взгляд получается. Ну, отличный вариант. И еще раз повторю. Они прям стойкие. Вот то, что для жары сейчас надо. Стойкие-стойкие. Но, тем не менее, обычной нормальной умывалкой, даже не двухфазной, не масляной, обычной умывалкой они у меня смываются. А то здесь и написано. Лонг ластинг. Вот этот. 18 часов waterproof. Ну, вот видите, он даже водостойкий. Вот. Сколько здесь? 0,28 грамм. Ну, вещь просто шикарная. Очень мне нравился. А видите, здесь оттенки. Лаки лид 20. А вот этот фиолетовенький, баклажановый, purple. Так, номер 37. Пурпурный такой. Довольно на все просто 100. На все 100. Вот это уровень люкса. Шикарный. Просто обалденные карандашики. Продемонстрирую, насколько стойкие карандаши. Видите, я с усилием тру. Буквально, наверное, минутка прошла. Я так установила телефон, чтобы вам вот показать его в действии. Так что обалденные. Подошла я к полочке. Сейчас ношу эти парфюмы и выбираю парфюм. Тоже думаю, надо будет включиться, чтобы вместе с вами выбрать. К нам сегодня приходят гости. Сейчас покажу, что я приготовила. Будем выбирать парфюм дня. Недавно. В общем, с ног сбилась. Потеряла я этот парфюм, который у нас Миколев. Но-то ванили. Не могу найти. Знаете, лежит чехольчик. Но куда я делась? И я, в общем, открыла сумочки свои. В зимней сумочке он у меня был. Нанесла его на себя. Да, конечно же, он зимний. Посмотрите, как немножко потемнела у меня жидкость. Она была такая более прозрачная, розовая. Ваниль, шоколад. Очень красивый парфюм. Прекрасный. Вот Миколев на уровне люкса делает. Видите, у меня Миколев очень много. Вот это Ананда. Кстати, знаете, что? Я в такую жару нанесла Ананду. Я ее обожаю. Это такая влага. Но я переборщила. Вы знаете, я приехала домой, аж смыла его. У меня от него аж голова разболелась. Это не из-за парфюма. Видимо, вот такое мое какое-то такое. Ну, переборщила я с ним. То есть он довольно-таки нелегкий, этот парфюм. Хотя всегда дарит влагу. Ну, что-то в один из миллиона дней мы с ним не подружились. Вот, поэтому он у меня пока стоит отдыхает. Вот, зацепила. Вот это моя любовь. Миколев. Роял маска. Обожаю его. Вот этот ношу. Обалдею. Помните, когда я его только распаковала, рассказывала, что сделаю его парфюмом 1 сентября. Ну, я-то, конечно, сделаю, но не идем мы 1 сентября. Хотя сейчас 2-го, да, все идут в понедельник. Не идем мы с Никитой 1 сентября, 2 сентября в школу. Но я его все равно нанесу. Раз уж обещала. Просто не при таких, знаете, как торжественно-праздничных обстоятельствах. Видите, как мы предполагаем. А Бог располагает. Ну, в общем, да. Все наши планы могут пойти вообще тар-тарары. Особенно, когда мы о них рассказываем. Ну, да бог с ним. Я вообще принимаю все. Люблю парфюм. Сейчас, если не углубляться, значит, во все моменты. Парфюм обожаю. Может быть, даже одену его. Так, вот это просто моя любовь. Капелька Шалемара Инисиал Лео с розовой пуховочкой. Я не знаю, он снят сейчас или нет. Глядьте, сколько у меня осталось. Я, в общем, не могу его наноситься. Жалеть не буду. Закончу с удовольствием. Парфюм много лет. Как это классно пахнет. Вы знаете, мы даже вот с Никитой в больницу даже его наносила, потому что он меня окутывал. Он пудровый, очень женственный. Это вообще аромат какой-то очень ухоженный такой. Даже не принцессы, королевны. Вот серьезно. Настолько идет. Ну, если шутку юбору брать, расскажу вам, правда, ухоженная, дорогая, спокойная, шикарная вот состояние у этой женщины. Вот это все Шалемар Инисиал Лео. А вы знаете, что я теперь хочу? Купить себе какой-то Шалемарчик. Может быть, в туалетной воде. Просто кайф. Просто кайф. Здесь я слышу еще вот эти пудровые ноты. Апельсины, мандарины. Он такой фруктово-цитрусовый, ирисово-какой-то шикарно. В общем, потрясающий аромат. Он ни на что не похож. Вот это, конечно же, шикарный. Вот просто шикарный. Они, кстати, мне вот одним настроением идут вот с Амуажем Лилоклав. Вот настроение одно. Вот серьезно. Какой-то такой очень благородный аромат. Так, боже мой, это мы выбираем с вами мне профиль на вечер. Ну, давайте, раз уже я разговорилась о парфюмах. Видите, в жаркое лето отдыхали у меня Жан-Поль Котье. Дивайн. У меня, наверное, вот так вот уже половинки нет. Сейчас, да? Ну, вот так, видите. Вот. И когда же я наносила? Я сегодня была в этом аромате. Вот, пожалуйста. Я сегодня весь день была в этом аромате. Я просто сейчас после душа вышла. Все смыла, но чувствовала его целый день. Вот прям соскучилась. Не могу сказать, что у нас менее жарко. Но вот опять я его ношу с удовольствием. Но вечером не хочу наносить. Я его сегодня уже наносилась. Так. Я вот знаете, на какой думала? Вот он у меня так в далеком таком уголку. Это именно эта одна полочка. Это мои такие... Мои летние любимцы, можно сказать. Вот этот нашу с удовольствием. В дальнем углу. Вот я подошла, думаю, может быть, его достать. Это Хистуар де Парфам. Натэ Блубаттл 1.2. Ну вот классный. Я, наверное, нанесу его. Мне это запах шампанского, такого пунша фруктового. Классный, праздничный. И я его давно не носила. Вот видите, когда много новинок появляется, почему-то я его не наносила. Все. Парфюм обнять. Делаю этот парфюм. Идемте с вами посмотрим, на кого гавкает мой Тема. И я обещала вам покажу стрелочки с помадой, как смотрится вот этого нового карандашика. Все. И сейчас я вот этим надушусь. Ой, лизанул. Лизанул. Ты на кого гавкал там, Темочка? На кого ты гавкал? Какой ужас. Надо рот успеть закрыть. Показываю вам ближе свой карандашик. Специально вышла на улицу. Посмотрите. Он классный. Он такой делает интересный взгляд. Знаете, таким нескучным, можно сказать. Нескучный. И главное, карие глаза мои не делает заплаканными. Это большая редкость. Потому что вот эти все красноватые, фиолетоватые, бордовые даже, скорее всего, оттенки теней и карандаша делают, у меня взгляд такой уставший и заплаканный. Этот прекрасный. Мне очень нравится. Поэтому замечательно. Классный, обалденный. Слушайте, какой классный этот парфюм. Я вот нанесла. И действительно то, что нужно. У нас немножко будет ветерок. Совершенно немножко. Но все равно как-то так душно. Я вышла собрать яблоки. Пополивать. И покажу вам, что я приготовила сегодня на ужин. Да? Тимася? Ей, Тимася. Ей, собака. Боже, гляньте, лятую собаку. Ты что это за собака такая? Я к ним делаю. Это не лицо. Где лицо твое? Где твоя морда? Эй, собака. Собака. Кадрюга. Ну, ты представляешь? Господи, где ты? Я тебя не могу словить. Лежит, лежит. На кого ты гавкал, Тима? На кого ты гавкал? Все, пошли работать. Первое я делаю печеночный паштет. Куриная печень, овощи, лук протушены. И я добавила немножечко сюда яблочко. Оно протушилось. Все это сейчас буду блендером взбивать в однородную массу. Вот такие две тарелочки получились у меня, вот этого паштета печеночного. Печень была куриная. Очень нежный. Я, кстати, делаю такой не сильно густой. И оно и не жидкий. Видите, форма держится. Очень вкусный, нежный вкус. Две тарелочки у меня такие вышло. Так, это первое блюдо. Фаршированные перчики с рисом басмати. Видите, такие вкусные получились просто. Прям мне захотелось. Перчики шикарные. Все, разогреваем. Такой паштетик получился. Очень нежный. Я его намазываю на лавашек. Сейчас попробую. Перчик в разрезе. И салатик. Вот такой вот ужин. Утро всем доброе. Я начинаю его с кофеечка. Заварила себе кофе. Встала пораньше. В общем, сейчас с вами будем делать такие яблочные печенья. Которые делаются, выпекаются, в принципе, очень быстро. 15 минут. Я уже духовочку включила. Противень подготовила. Сейчас покажу, что я здесь буду мастеть. Для рецепта нам понадобится. Я делаю двойную порцию. Поэтому я беру 100 грамм сливочного масла. Мне понадобится 2 стакана муки. Разрыхлитель. 2 чайные ложечки. Ванильный сахар. И 2 яйца. Это на 2 порции. Я хочу сделать немножко побольше. Также, конечно же, понадобится 2 яблочка. Все. Маслечко я сейчас буду немножко растоплю. Его буду взбивать. Его миксером, венчиком с сахаром. Сахар там идет много. Почти полстакана. Я буду ложить по-своему буквально, наверное, ложечек 5. Матуль. Я буду жить. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 DimaTorzok